Дорогая молодежь, у нас сегодня день начнется с очень интересной темы. У меня она очень впечатляет, тема, о которой сейчас буду говорить с вами. Но прежде позвольте вам задать вопрос, может быть, это не так будет прямо относиться к моей проповеди, но вообще в целом к общению. Подскажите, пожалуйста, кто из вас считает, что пришествие нашего Господа Иисуса Христа мы застанем вот живыми? Вы подумайте, подождите, пока не торопитесь с ответом. Или же пришествие Иисуса Христа, скорее всего, наши дети встретят Иисуса Христа живым. А мы, наверное, так проживем и просто умрем. Или наши внуки. Вот поднимите, пожалуйста, руки осознанно, кто понимает реально, что Христос придет. Мы живем в самое последнее время, что реально Христа мы застанем живыми. Пришествие. Поднимите руки. Спасибо за честный ответ, друзья. Но хотелось бы сказать тем, кто не осмелился поднять руку. Давайте вспомним, вчера собрание было, как ожидали ученики Иисуса Христа. Помните, да? Иисус Христос взошел на небо, и они так, ну и стоят и смотрят. Вот Христос раз и скрылся за облаками. И пришлось послать ангелов, потому что ученики не собирались смотреть на землю. Они не собирались вообще куда-либо идти, потому что они... Но если бы я там был среди них, я бы, наверное, с открытым ртом стоял. Но кто знает, меня... Я когда сильно внимательно слушаю, и мне пришлось, ну, целую, как бы сказать, процедуру учебную проходить, чтобы с закрытым ртом быть. Я бы точно с открытым ртом стоял и смотрел, я ожидал бы. Понимаете, они верили Христу реально. И вчера вот эта фраза звучала, что люди ждали, а дальше, дальше все меньше и меньше ждут. Потому что мы, знаете, очень логичные стали. Если Христос две тысячи лет не пришел, то и сегодня не придет. Друзья, это самый большой бич нашего времени, что мы с вами не верим. Не верим, что Христос может сегодня прийти, сейчас во время общения. Такая прекрасная тема, и раз бы и Христос пришел. Друзья, так хотелось, чтобы мы могли вот в процессе всего нашего общения переосмыслить это. И быть готовыми реально встретить Христа, вот живыми застать Христа. Потому что, друзья, все вокруг сегодня говорит, говорит о том, что время действительно последнее. И мы должны жить вот этой верой и вот этим ожиданием. Друзья, тема немного у меня другая. Я прочитаю текст из Священного Писания. Он записан Колоссянам, 3 глава, 2 стих. «О горнем помышляйте, а не о земном». Друзья, «О горнем помышляйте, а не о земном». Не знаю, как вы, я всегда читаю этот текст и думаю, интересно. Господи, о каком горнем речь идет. Вот о небе, о Христе, о будущей жизни. Но, друзья, здесь нету комментария. Нету комментария. И поэтому я понимаю так, друзья, о горнем. Помышляйте о небесном. О будущем, о том, что вас ожидает. Что вас ожидает. И поэтому я сегодня назвал свою проповедь, я назвал «Наш город». Ну, про Копчане у нас есть такси такой, да, «Наш город». Ну, вот «Наш город», город, который приготовлен для христиан. Ну, знаете, я переживаю, что я могу в какую-то философию впасть, потому что о городе, о котором написано, ну, есть вещи вообще непонятные нам. Вот, ну, людям, живущим в 21 веке, нам вообще непонятно. И во все времена люди мучились от того, чтобы не до конца было понятно, вот что это за город, что же Господь нам приготовил. Еще один текст, позвольте прочитать. Это тоже относится к тому городу, к тому месту, которое приготовил наш Господь. Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, ваше мое не смущается, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место». Вот, друзья, наше место – это наш город, в котором, друзья, я надеюсь, что у многих уже есть прописочка. Вот, есть уже прописка, то, что мы с вами там будем находиться, в этом городе. Вообще не так часто я слышу проповеди о том, друзья, что нас там ожидает, как оно будет устроено, все. Писание немного говорит об этом, но когда готовился, я столкнулся с одной такой ситуацией. Я пока еще не перехожу, как бы не разворачиваю пока эту тему, что нас ждет и как там будет, друзья, один эпизод просто. Ко мне стали подходить члены церкви и говорить, «Марк, вы в зоопарк собрались в Новосибирск?» Я говорю, «Ну да». Ну, сначала не понял, один подходит, второй, третий. А потом я спрашиваю, «А вы откуда знаете, что мы с детьми в зоопарк в Новосибирск собрались?» «Молодежи» спрашиваю. «Молодежь, вообще члены церкви, даже с кем я не так много общаюсь, они говорят, а твой сын, он вот после собрания идет и просто каждому встречному говорит, мы два с половиной года, такой пропоедник у нас появился, наверное, на поляне, и он всем рассказывает, что мы едем в зоопарк с папой. Ну, знаете, я хотел как-то так аккуратно, ну так, не публично поехать, туда с детьми просто отдохнуть. А он ходит и всем рассказывает. Я думаю, надо же вот такой мелкий. Откуда он знает, что там в зоопарке его ждет? Вот откуда он знает? Знаете, он настолько впечатлился. Ну, сколько-то я ему рассказал. Рассказал, и он, знаете, уже нарисовал себе картины. Какое-то у него представление есть. Братья и сестры, ну я понял, что вот так мы должны верить. Знаете, как ему он поверил? Он поверил папочке своему любимому, и он знает, что папа приготовил для него самые лучшие выходные. Братья и сестры, молодежь, мы должны, вы знаете, вот настоящий верующий отличается тем, что не глубокая вера, что Господь нам приготовил такое. Ну, мы не видели, но мы можем об этом говорить. Мы можем себе это представить, как это. Как это. Друзья, я что-то детям говорил. Говорил, что там есть лев. Он, кстати, тоже молодежи рассказывал, что там есть крокодил. Кого-то я говорил, что там будет, а его не было. У него потом было масса вопросов. Ну, два с половиной года. Он уже все понимает. Он уже себе может представить. Друзья, и в Библии вот как раз тоже нам так немного рассказывает, что будет там. И рассуждение о горнем, о небесном, друзья, это не плод нашей фантазии сегодня будет, а плод нашей глубокой веры, что это действительно так. И Господь говорит, я приготовил вам место. Знаете, такое слово обитель. Вот с чем ассоциируется у вас слово обитель? Ну, с чем-то с православной, да? Обители у них там есть. Вот, друзья, что такое? Знаете, мне кажется, что-то уютное, что-то домашнее. Такое, ну, прекрасное, уединенное, комфортное место. Мы недавно, ну, где я работаю, мы приняли к себе на работу на предприятие маркетолог. Человек, который занимается продвижением продуктов. Ну, тех, что мы производим. И знаете, я удивляюсь, это женщина, но вообще отношения к тому, что мы делаем, вообще никакого отношения не имела. Но, друзья, как она сама зажглась и как она об этом рассказывает? Рассказывает то, чего вообще не видела, не понимает. Она живет в квартире, а то, что мы изготавливаем, это используется вообще в частных домах. И вот я просто удивлялся, друзья. Я, друзья, знаете, у меня мысль такая, мне как-то надо так вам рассказать о небе, что вы сильно захотели. Но, друзья, я не тяну ни на какого маркетолога, вообще никак. И Писание, друзья, оно нам тоже так не расписывает. Вот так, вот так, вот так, вот так. Друзья, Иоанн, когда увидел, думаю, вот вместе бы с Иоанном написано, да, и поставил он меня на высокую гору, откровение 21-22 глава, и он как бы с высоты птичьего полета, вот как бы фотографирует сегодня, есть такое понятие, да, квадрокоптер. И вот с высоты вот этого полета он рассматривает, и имеет общение, и получает информацию, какое будет небо. И знаете, я не думаю, что у Иоанна была слабая фантазия, или слабое воображение, или слабый язык образов. Друзья, он очень богато открывает вот всю книгу откровений. И, друзья, Иоанн заикаться начал. Он заикается, братья и сестры, рассказывает. Он не может объяснить, он не может подобрать слова. Все-таки что-то было. Друзья, он что-то рассказал, а что-то он сам не понял, как оно. И мы, друзья, не поймем. Друзья, есть, конечно, скептики. Они о другом говорят. Слушай, Марк, надо думать не что мы там будем делать, и как мы там будем жить, и проводить вечность, а надо думать, как туда попасть. Ну, друзья, в принципе, нормально. Думайте, как туда попасть. Ну, а все-таки, друзья, нас Писание часто призывает тому, чтобы мы посмотрели на небо, возводили отчество и горам повыше, и могли представить. И есть некое описание того, что нас ждет там. Итак, я переживаю, что мне, братья, мало времени дали. У меня сильно обширная тема. Но у меня семь пунктов, братья и сестры. Будут короткие пункты, но несколько будут такие. Очень важные я остановлюсь. Особенно последний пункт будет очень важный. Я начну с обратного. С обратного открою книгу «Откровение», 21 глава. 21 глава. Я буду просто брать какую-то фразу и попробуем с вами ее объяснить, что нас ждет. Ну, давайте начнем с обратного. Чего там не будет? Ну, вот иногда, чтобы понять, ну, что-то понять, надо просто подумать, чего там не будет. И Иоанн именно в своем описании о небесном граде, о небесном Иерусалиме именно вот этот метод использует. Вот смотрите. Возьмем, давайте сначала, чего не будет. Первое. Не будет болезни и смерти. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Друзья, если посмотреть на вас, вот больных мало, болеем мало, здоровья много, скажешь, мать, ну, что тогда, вот болезни там не будет, ну, как бы особо это не привлекает. Смерти? Да мы далеки от смерти. Братья и сестры, если вы думаете, что вы далеки от смерти, познакомьтесь с нашим молодежью. У нас это реальность. У нас это реальность была недавно. Друзья, если вы думаете, что вы сегодня не болеете, внимательно посмотрите на ваших родителей. Любимую мамочку, папочку любимого, посмотрите, как они страдают. Болезни не будет. Я хочу на небо, чтобы там болезни не было. Я хочу, чтобы моя мама перестала болеть. Братья и сестры, я, молодежь, я вожу свою маму вот в больницу по два раза в неделю, пока я бываю дома. Одну болею, вторую, третью, четвертую, пятую. Смотри, как она устала. И хорошо, когда мы можем с ней поговорить о небе. Говорю, мам, там не будет болезни. Не будет болезни. И, друзья, кто-то скажет, ну, может быть, близкой смерти не было. Я пережил смерть близкого человека. Я таким пацаном, скажу, был. 15 лет, еще невозрожденным был человеком. Я стоял у умирающего отца. И, друзья, я так рад, что там смерти не будет. Это ужасно. Даже праведник, когда умирает, когда близким человеком надо расстаться, это тяжело. Тяжело. И меня вдохновляет, там не будет смерти, там не будет болезни. Уже поэтому я хочу на небо. Уже поэтому я хочу подумать об этом. Друзья, о горнем помышляйте. Вообще, сколько времени мы посвящаем о том, чтобы помышлять на дню о горнем? Друзья, там не будет плача. Сколько плачем? Сколько плачем? Все это уйдет в небытие. Друзья, прекрасное место. Второе. Друзья, там не будет греха. Иоанна 21, 27. Откровение, прошу прощения. И не войдет в него ничего нечистое. То есть, мы сейчас идем от обратного. Что там будет, мы потом поговорим. А чего не будет? Не будет болезни, смерти, плача. Второе. И не войдет в него ничто нечистое. И никто предан и мерзости и лжи. А только те, которые написаны у ангца в книге жизни. Друзья, вторую мысль, второй пункт, который хочу осветить. Друзья, там не будет греха. Вот я думаю, что вы меня сейчас поймете. братья и сестры, сколько нам боли причиняет грех. Сколько борьбы. Иногда бытует такое мнение, что, ну, служители, наверное, там они какие-то особые, ну, как-то у них такое ощущение, что меньше искушений. Друзья, я уже нашей молодежи делился. Это искушение. У них такое ощущение, что и больше искушений. Проблема, вот война с этим грехом, с нашей плотью, она настолько сильная, она, друзья, настолько выматывает. И, друзья, когда я подумаю, как сладостно будет там, не будет греха. Представляете, проснулся, нет искушения. Нет искушения бороться со смартфоном своим, нет искушения бороться со своими мыслями, нет бороться вот искушения, когда прохожу какие-то витрины, что-то смотрю, или кто-то, или что-то проходит, и мне хочется посмотреть, и мне хочется об этом подумать. И вот эта постоянная борьба, постоянная война, и где-то мы падаем, и где-то мы устаём, братья и сестры, молодежь, на небе этого не будет, поверьте, не будет. Писание говорит, не войдет туда ничто нечистое, и не будет там зла. Я уже поэтому хочу на небо. Уже поэтому хочу на небо. Друзья, смотрите, что лишает христианина настоящей радости? Что лишает? Грех лишает. Грех лишает христианин радости. Друзья, если не будет греха, будет полнота радости. Радость наша, она будет, знаете, наполняться, и она будет наполнять нас. Не будет вот этого жуткого яда, не будет вот этого страшного бича, которая сегодня бичует людей, наша греховная, испорченная природа. Там этого не будет, поверьте. Третье, друзья, чего не будет там. Интересный момент я нашел, друзья, чего не будет там. Я все не буду говорить, что не будет или что будет. Только три такие, что мне особенно дорого стало. Храма же я не видел в нем. Храма же я не видел в нем. Иногда, особенно детям, то постарше, они устают сидеть на собрании и говорят, а что мы там на небе? Ну, получается, всегда собрание будет. И вот как будто это не впечатляет. Молодежь, знаешь, что не впечатляет, что вот всегда собрание. Потому что мы вот вроде 20 часа мы готовы посидеть, а большое общение, мы сильно устаем. И как будто бы будет такая усталость. Друзья, храма не будет там. Я вам хочу сказать, собрания там не будет. Церкви там как таковой не будет. Друзья, будет все одно общество, народ Божий. И мы будем, друзья, наше будет общение с Господом непрерывно. Я не знаю, как оно будет. Друзья, не знаю, как. Но мы будем от радости славить Бога. Мы будем его каждый день видеть, каждый час видеть. Ночи не будет, друзья, ночи. Ну, кто-то сказал, ночи не будет. Ну, вот мы иногда просто ждем ночи, устаем. Молодые люди устают. А как ночи не будет? Друзья, да уставать там не будем. Я не могу это объяснить. Я боюсь. У меня есть предположение, но я боюсь нафантазировать. Вы поверите, но оно так не будет. Потом встретимся на небесах. Ты так рассказал по факту, по-другому. Друзья, намного лучше будет. Намного лучше будет. Поверьте. Теперь перейдем к тому, что, друзья, нас ждет. Что ждет нас. То, чего здесь нет. Ну, я детям. Я вообще, кстати, люблю готовиться к проповеди с детьми. С детьми и с женой. Они вот такие мысли иногда уникальные посылают. И поэтому какие-то мысли, друзья, звучат из их уст. Ну, я вот сел и говорю, ребятишки, одному пять, другому два с половиной. Рассказывайте, что будет на небе. Что нас ждет на небе. Вот старший говорит, там нас ждет речка. Он запомнил? Там же, вспомните, да, река. Река жизни. Речка. Думаю, что-то ему речка нужна. А вспомнил, друзья, вспомнил. Тут пандемия была. Мы на речку как-то некогда ездить. А тут, ну, все, свобода такая. И поехали на речку. Несколько раз были с ним на речке. Так они потом зимой поехали на речку. Ну, вот видно, видно в детском сознании, речка там будет. Ну, купаться, наверное, будут или что там. Я не знаю, что, друзья, но второй поразил меня. Скажу, до слез поразил. Я говорю, сынок, а ты что думаешь, вот который за зоопарк-то все рассказывает? Он так смотрит, а мы за столом сидим, сахарница стоит. Он говорит, там будет сахар. С таким воодушевлением сказал сахар. Знаете, почему он сказал сахар? Потому что я его ругаю. Он пальчик пососет и в это, и в сахар, и потом опять. Вот, и мы за это дело ругаем его. Ну, во-первых, это не полезно, и во-вторых, это не культурно. И это вообще не хорошо. И вот в детском сознании он понимает, что здесь, ну, знаете, какая-то демоверсия, какие-то вот 5 или 10 процентов, а там на 100 процентов сахара будет много. И зубы болеть от этого не будут. Ну, я опять же боюсь, братья и сестры, это фантазия. Это дети так воспринимают. Но мне хочется иногда, чтобы мы вот так по-детски могли представить. Да лучше будет. Вот как-то с одним братом делюсь, и он говорит, слушай, такую проповедь прослушал. Если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы несчастнее всех человеков. И он говорит, такую мысль я услышал, что мы здесь, знаете, только искорки счастья, искорки радости имеем здесь в этой жизни. И мы уже счастливы. Уже вот в отличие от мирских людей, мы вообще уже такие, ну, раз, на порядок счастливее, на порядок радостнее. Ну, знаете, так это вот, знаете, один процент, два процента от того, что будет. Нам вот даже трудно вообще все это представить, трудно понять. Итак, друзья, перейдем, что там будет. Ну, общее такое вступление скажу. Там будет все новое. Сестры, любите новое? Любите? Братья тоже любят новое. Ну, некоторые мечтают, всю жизнь мечтают что-то новое приобрести. Машину новую, еще что-то. Но это все, знаете, все потом становится вдруг раз и стареньким. Все становится бэу. Друзья, там всегда все будет новое. И Господь говорит, творю все новое. Друзья, что там будет уникальное, чего здесь нету? Там будут золотые улицы. Я вообще хотел обойти эту тему. Иоанна 21, 21. Улицы города, чистое золото, как прозрачное стекло. Ну, знаете, сегодня молодежь, наверное, современное общество любит, ну, золото. Ну, как бы, чувствуете, не приличает, да, вас золото. Ну, скажем, может, цыгане там скажут, ну, ради этого стоит. Еще такой золотой стих 21, 21. Но, ну, нам же надо что-то стильное, что было там в стиле лофт или модерн, там, или еще что-то. В серых цветах сегодня все это нужно. Ничего яркого, пестрого. Друзья, ну, знаете, мысль какая? Мы не должны буквально понимать. И, наверное, не имеем права. Сегодня, что больше всего ценится в мире? Почему ориентируется доллар, евро? По золоту. По золоту ориентируется. И золото растет, 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 растет. Друзья, а на небе это будет то, почему мы будем топтаться. Понимаете? Здесь это вверх, золото. А там мы будем поэтому ходить. Друзья, и как бы Господь показывает, надо ценность какие-то. Да будет такая ценность, ходить будете, все это будет бесценно для вас. Друзья, и не думаю, что так оно будет отзеркаливать, и будет как-то неуютно, или все прозрачно будет. Я не знаю, как оно будет. Но знаю, что будет лучше, дороги будут лучше, чем сегодня, вот весенние дороги. Ну, друзья, даже вот такие мысли просто посещаю. Даже такие мысли. Пятое. Друзья, там будет большой город. Город новый. Ну, знаете, о размерах буду говорить вам, наверное, тоже не знаю. Ну, как бы вот большой город. Кто-то любит в уединении жить в каком-то поселке, в тишине. Друзья, думаю, будут все возможные варианты на выбор или на выбор. Не знаю как. Но думаю, что все это будет. Не переживайте, пожалуйста. Одно, понимая, что очень большой город и обители у Господа для всех хватит. Все хватит. Ну, знаете, сегодня есть такие города. Новосибирск. Новокузнецк. Невьорк. Да? Знаете, такие есть города. А это Новый Иерусалим. Друзья, и все эти города, где я вот сейчас перечислил, а где-то я не бывал. Ну, друзья, все это устаревает, все это сгорает. И от этого нового. Бывает мало, что осталось от этого нового. Все это здесь земное, друзья. Вообще-то там механизма старения не будет. Там механизма. Ну, вот это заложено от природы устаревание, обвешание, ржавение, истлевание и всего-всего прочего. Вот, и ничего этого не будет. Шестое. Друзья, тело. Мы получим новое тело. Это в Откровении не записано. Почему-то Яну это не было открыто, что мы получим новое тело. Апостолу Павла Господь открыл. Послание к филиппийцам. Третья глава. Двадцать первый стих. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силой, которой он действует и покоряет себе все. Друзья, наше тело приобретет новизну. Ну, знаете, сегодня, ну, вот рецепты молодости. Что только не придумать сегодня мир. Все это, друзья, это все не работает. Вы знаете, да, что это не работает? Не работает. Ну, может, чуть-чуть помоложе будешь выглядеть. А как, ну, эта шпаклевка что-то там отпадет. И еще хуже будешь выглядеть. Лучше не пользоваться. Вот, друзья, а вот если вы хотите истинно свежее лицо иметь. У нас на утреннем собрании брат Олег рассказывал, как, ну, там на севере лицо обновляется. Может, сегодня расскажет, как, ну, после обморожения там вот эта кожа слазит. И потом, ну, молодое лицо. Друзья, там не просто вот, ну, какая-то кожа новая будет. Тела будут новые. И знаете, подобно Иисусу Христу, знаете, у кого-то сегодня коленка сильно болит. Молодые, я знаю, болит коленка. Там у кого-то спина отваливается просто. Друзья, не будет этого всего. Не будет. Не будет, и мы получим совершенно новые тела. Как оно будет, друзья? Ну, будет, думаю, что будет, ну, сто процентов хорошо. И последнее. Друзья, последнее вот сюда хотел заострить наше внимание. Самое главное, знаете, я подбираюсь, подбираюсь. Я, кстати, с этого начинал проповедь готовить, но поставил это на самый конец. Вот как на десерт. И эта мысль вчера уже звучала. Если нам выбрать между небом и Иисусом Христом, кого мы выберем? Конечно, Иисуса Христа или нашего Бога Отца. Самое красивое, самое чудесное, что нас ждет там, друзья, это встреча с нашим любимым Господом Иисусом Христом, которому мы здесь сегодня поклоняемся, в честь которого мы сегодня собрались. Тот, кто воскрес, тот, кто спас нас, тот, кто приготовил всю нам, друзья, мы будем с ним там вечно. И такие красивые слова написаны. «И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Ну и так дальше. «А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его кто? Агнец». Друзья, такая красота, такая идиллия, столько света, обилие света, никакого мрака. «И в центре наш Господь Иисус Христос». Друзья, и наступит та долгожданная встреча. Ну, знаете, может быть, кто-то слушает, Марк, вот все шесть пунктов, может, неубедительно. И седьмое, друзья, если ты не принял Иисуса Христа, я вообще буду неубедительным. Ну, если ты здесь еще с Ним не подружился, если ты с Ним еще не соединился здесь в этой жизни, ну, конечно, тебя не привлекает встреча. Здесь больше я хотел сказать, друзья, для тех, кто покаялся. Те, кто принял Иисуса Христа, друзья, представляете, мы встретимся. С Иисусом Христом. Кто здесь не встретился с Иисусом Христом, они пойдут в озеро Оганном. Здесь тоже описано об этом, у меня нет времени. Одну иллюстрацию хотел такую провести, друзья. Я здесь увидел одну молодую пару, не одну, ну, которую я знаю. Я вот у них немножко с ними диалог хочу сейчас провести перед концом своей проповеди. Франц и Аня, вы так хотя немножко отдельно сели, молодцы. Вот. Слушайте, пожалуйста. Франц, ну, так громко отвечай. Франц, ты любишь Аню? Конечно, да? Аня, ты любишь Франца? Да. Вот теперь представьте, что сегодня, сегодня началась война. Ну, не дай бог такого произойдет. Друзья, я просто нарисую, чтобы вы могли представить себе. Наступила война. Ну, к примеру, Франц куда-то уехал за границу. К примеру, за границу уехал. И наступила война, и больше его не запускает сюда, в эту страну. Такое, кстати, бывает. Это реальные примеры. Вот. И он уехал. Десять лет не возвращается. Двадцать. Тридцать. А тебе неплохо еще? Сорок. Сорок. Ну, давайте сорок возьмем цифру. Сорок лет не возвращается. Нет. Он пишет письма. Он по видеозвонку тебе звонит. Вы с ним общаетесь. Он говорит, Аня, ты самая лучшая. Я тебя люблю. Все. Вот. Наш союз навеки. Хотя мы раздельно. Отдельно вопросы вообще не рассматриваем. Ни в коем случае. И вот такое ожидание. Друзья, представляете, сорок лет проходит и снимает этот железный занавес. И Франц с Аней соединяются. Вы бы хотели посмотреть на их радость? Нет. Я бы даже не хотел. Друзья, я просто был бы, ну, я бы там плакал и рыдал бы просто за их счастье просто, за их счастье, что они наконец встретились. Вот представляете, если мы в этой жизни любим так Господа, и мы разлучены в длиной в жизнь, да, мы где-то с Господом, ну, скажем так, созваниваемся, молимся, имеем общение, руководство. Франц, например, Аня говорит, ты там это сделай, ты это купи, ты это так почини. Он все, он ей объясняет, объясняет, но сам-то не пребывая с ней лично. И вот представляете, брак Агнца. И написано, Иерусалим как невеста украшенная. Друзья, и вот такая прекрасная церковь, и вот она встреча. Друзья, вот это я хочу, вот такой встречи я хочу. И соединиться с нашим Господом, и вот этот праздник, и потом, и потом, мне кажется, Франц с Аней, и даже потом Франца в поездку на один день не угонишь. Все. Он скажет, не, больше никуда, тем более за границей куда-то. Вот. Ну, это просто аллегория была. Друзья, ну, ты хотел, чтобы мы могли сейчас приготовиться к молитве, возблагодарить Господа за то чудесное место, место, знаете, место так написано, то чудесное место, которое он приготовил для любящих своих. Друзья, я хотел бы еще так, ну, может быть, не совсем, это необычно, но у меня одна песня пришла на память. Мне кажется, если мы ее споем, мы лучше будем молиться. Мне так кажется. Давайте попробуем ее спеть. Там в вышине бесконечный город стоит, город вечный. Давайте стоя споем, а потом сразу будем молиться.